Вот тут даже нет никакого сомнения в том, что они с этим столкнутся, апеллировать будет бесполезно. Ну, понимаете как, мы играем, в свое время мы ушли из всех структур, на которые мы могли повлиять во времена СССР. Мы решили, что нам это не надо. Сейчас представителей России практически нигде нет. Я имею как представление, начиная от валютного фонда, где у нас есть, и заканчивая олимпийскими структурами. И это, разумеется, всегда происходило и будет происходить, ну, просто потому что конкуренция всегда жесткая. И на конкуренции всегда бывают приемы, не совсем, мягко говоря, спортивные. А уж сейчас, в данной ситуации, да, это просто будут смотреть через две лупы, через три лупы, да. Вот. И вот эта вот ситуация с Мельдони, просто уже как-то подзабыли, что, допустим, перед Сочинской этой, как ее, Олимпиадой у нас раскручивалась тема с гомофобией. И тоже говорили, что, слушайте, Олимпиада под угрозой срыва, потому что у нас гомофобная страна, и вообще не стоит России участвовать в спортивных мероприятиях. Сейчас вообще как-то вот, как-то заметили, что вообще тема гомофобии ушла. То есть, вроде бы уже перестали у нас углекать бедных несчастных геев. Вот. Но здесь другое. Здесь Мельдони. Мельдони, это, конечно, и вообще вот эта допинговая ситуация, она гораздо вкуснее, ну, так, в кавычках сказать, по сравнению с гомофобией, потому что гомофобия все-таки это какая-то часть общества, а допинг, нечестность, это те категории, которыми оперируют все. Вот. И как бы показать еще, почему будет заслуживание, как бы показать. Вот смотрите, мы считали россиян сильной командой, а вот они-то, оказывается, на допинге держались. Вот мы сейчас не пустили всех допинговых спортсменов, ограничили употребление допингов, поставили это дело под контроль, и они ничего не могут. Они ничего не могут, где их призовые места, ничего, ведь будут же оценивать там конкретные какие-то судейства про это, ну, это скандал дня, может быть, скандал часа, что кого-то там где-то засудили. Об одном-то будут смотреть там через год, через там два, будут смотреть, сколько медалей выиграно, общекомандный зачет и прочее. Будут делать вывод, что Россия, собственно, все победы чехом можно, все достижения на Олимпиадах можно аннулировать просто потому, что они держались исключительно на допинге. И когда их прижали, они ничего не смогли выиграть. Поэтому обязательно будут заслужены, обязательно будут несправедливые судейства, обязательно будут те или иные скандалы, которые уже будут там непосредственно на старте, придумают что-нибудь. Так что, вот это вот Олимпиады, я ничего хорошего в плане успешности выступления нашей сборной... Нет, я жду успешное выступление нашей сборной, ну, не знаю, дадут ли нам, я настроен скептически. Спасибо.